Перепостите. Начиная с того, что предыстория этой идеи возникла, с того, что мы пришли из технопарка. Представители позвали на проект Вашенского, что вы хочет идти с тобой. Это к чему? Потому что сама идея, это не моя, а моего друга. Я как поддержал ее и согласился ее поддерживать. То есть она заключается в том, что мы с ней потом на технопарке выступали. Решение проблемы. То есть идея, наверное, решения проблемы, то, что когда потребитель, ну то есть потребительски ориентирован, приходит в магазин и видит салаты, которые на прилавках лежат, они обычно не свежие бывают. А у салата особенность в том, что она со временем очень быстро переходит. И, ну, конечно, снижается. Это первое, во-вторых. А, забыл. Потом. Ну, и в чем заключается приложение? Что создать наподобие рендингового автомата, или кофемашина, когда трибытик подходит, уводит деньги, выбирает, что он хочет взять, и заказывает себе салат. И в чем отличие от кофе, где там уже готово заправленный лежат, то есть порошок смешать, то там целое, можно сказать, производство в маленькой, ну, не маленькой, но в коробке, в кафе целое, можно сказать, заложено в несколько квадратных метров. В чем преимущество, что если захотите какие-то забегаловки, ну, где можно взять салат, то есть это одновременно конкуренция идет и магазина, и, ну, таким, фастфудом, то там площадь небольшая, за площадь нужно платить. А у этого автомата площадь небольшая, и туда загружаются сразу овощи, какие необходимы, устанавливаются аппараты, которые будут туда резать, тереть, смешивать, и все, то есть вот такая вот идея. Она все приводит, как вам необходимо, требуем, и дает продукт. Вот так вот, как она. Понятно. То есть чем мы тебе можем сейчас помочь? А чем помочь? То есть мы пришли к выводу, что технопарки сказали, да, молодцы, идея классная, если вы это сделаете, это попрет. Но с технической точки зрения, это вот идея и все. Ну, я и продумал на таких блок-схемах, у меня, допустим, вопросы возникли. Я представляю, как можно порезать огурец, помидор. Но в салатах еще важно, это зелень, салат, укроп, и это очень быстро портится. А как вот можно вот это вот разместить, чтобы она там сутки хотя бы пролежала? Морозилка. Морозилка. Морозилка, это все. Но не морозилка, а холодильник. Возьми листочек, доформирую, вопрос. Высыпаю, ну просто отмагируют. Чтобы это было не какая-то магазина, а чтобы вот, как с цырятки сыровали, салат бросили. У нас задача стоит просто сделать высокое качество продукта, чтобы свежее на самый вкус. И еще раз вопрос. Вопрос в том, как разместить, один из вопросов, как разместить в аппарате зелень, чтобы она там пролежала сутки и была свежая. И во второй есть вопрос, это касается санитарных норм, то есть все соблюдения санпинов. И мне даже непонятно, какие у меня могут возникнуть проблемы с обеспечением сертификации этого аппарата, чтобы он прошел все нормы. Какие там проблемы могут возникнуть. С водой, допустим, мне вообще не понятно, как туда воду подвезли, как можно гигиену там соблюдать, чтобы там ничего не протесли, никакие микробы не забыли. Это проблема, которую я пока не знаю, как ее решить. Хорошо, то есть два вопроса. Все понятные вопросы? Возьми ручку, мы будем говорить идеи. То есть еще раз тебе напомню, что идеи не критикуются, не обсуждаются. Прежде всего, на самом деле, переформулируй для себя вопрос, ну, мне казалось бы, чтобы было лучше для себя, задай его в другом формате, задай его, как мне технически это решить? И вопрос, кто бы мог это технически решить? Или какими методами можно это технически решить? То есть это не обязательно ты должен знать, как это сделать? Как раз в этом и есть вопрос. Я вам просто забыл упомянуть, что одна из вообще... Почему он сюда пришел? Интересно, может найдутся люди, которые готовы помочь, или посоветуют кого-то. Идеи. Значит, есть такая организация, называется Tris Consult. Это... Расскажи, я... Чего я? В общем, ну, есть несколько идей... В общем, я... Про Tris Consult, вначале. То есть, скажи, что вы есть команда, точнее, есть команда. Да, мы можем, как бы, просто созвонимся давай, и я тебе, как бы, познакомлюсь с необходимыми людьми, которые эти вещи... Ну, миго-профессионалы, ну, как разная инженерия... Он участвовал в автоматопродаже цветов, которые тоже нашумевшие. Вот, он этим, и пакетование вот этих всех, и эти детали всем там помогал и решал. В общем, еще одна идея, но она больше так, наверное, не к вам, но все-таки такой... Это же кабинка, может быть, да? Он может выглядеть, как автомат, но внутри может сидеть человек. Маленький вьетнамец. Вечно видите, когда в средневеку вы завели, а там на самом деле сидел человек, который крутил локапу. Это можно начать этот проект не с того, что... Это сразу будет в технической части, это просто пододвинутая к стене это, а там в комнате сидит человек. И все, и... И можно так просто... Такую приколюху можно замутить. Это круто. Из автомата рука в основном цена. Главное, чтобы никто не догадался, как есть человек. Фишка, может быть, офигенная. Слушай, по перегарам не пошло, если никто громко не чихал и не кашлял. Но на самом деле, санитарный с точки зрения, это можно... Первое, это можно сделать не только как... ну, на самом деле, как автомат. Это может быть на самом деле комната, которая... Вот небольшая комната, которая соответствует этим требованиям, да? При этом это... Это формат... Презентация продукта. Ты выбираешь, платишь деньги и тебе выдают. Это просто формат, как продавать. Это такая бренд. Бренд-бренд. То есть, это маркетинговая такая штука. Но на этом уже можно будет поднять денег. В чем еще раз бренд, я не помню. Ну, к стене пододвигается автомат, ты выбираешь себе это... Способ продажи. А тебе там выдают свежий, нормальный салат. Способ продажи в виде автомата. Это с другой стороны здания, а там просто человек раз, у него там все выяснилось. У нас идея была, чтобы этот автомат резать. Нет, ну это понятно. Можно, вот, как вводу вашей идеи, то, чтобы автомат резал, скорее всего, невозможно, потому что каждый раз надо ножи же этим мыть, и доски мыть. Вот в этом и вопрос. Соответственно, автомат может быть как дозатор работать. То есть, туда загружается уже там нарезанная вареная картошка. Все готовое должно быть. Да, да, да. То есть, идея в том, что все уже заранее нарезано. Нарезанное, а он только смешан. В контейнерах приходит. Ну, таких больших. Это, кстати, промежуточное решение большое, очень простое. Мы тебе не поможем, если ты будешь оценивать. То есть, поэтому записывай. То есть, ну, как бы... Я уже такой автомат видел. Подожди. Я уже такой автомат видел не так давно, он случайно залез в какую-то передачу. Ну, цикл передач такой идет на Discovery, где-то на том канале. Называется, как это устроено, цикл передачи. Там прямо такой вот автомат, только он не салаты, а пиццу готовил. Прямо человеку вот на глазах. Человеку там куча кнопок с фотографиями красивыми такими. Он прямо выбирает, чего, сколько. Там это все делает. Да, там прямо изнутри его весь разобрали. Показали, как он прямо тесто это все делает. Ну, все, вот из готовых. И там по сампинам по всем проходит. Это на Западе уже работает штука. Еще плюс от такого автомата, что человек может... Это фишечка такая, реальная фишечка. Что он может взять и кнопочку, допустим, два раза нажать, там двойная доза ветчины. Ну, я про тот автомат говорю. Про твой, значит, двойная порция там... Зелень. И все. Или там майонеза, чтобы гора вот такая. Вот он сколько стоит, жмет там, естественно, количество этих порций будет. Там везде цена. Если поставить такой аппарат в институте, то, конечно, там будет воду вначале, но это будет просто реальная фишка. Аппарат реально уже рабочий. Он высотой, ну, высший человеческого роста, такой вот, там, наверное, метр на метр, где чуть больше вот в сечении. Сейчас расскажу тебе про автомат. Вот ты спрашивал вопрос, как гигиену соблюдать. Там ставится озонатор воздуха, который генерирует азон. Он не позволяет там бактериям развиваться. И все там в чистоте и в порядке будет. Плюс ко всему, вот можно стеклянную переднюю часть сделать, и там, допустим, стеклянные баночки такие, из которых берется механической рукой, там, допустим, помидор. Это берется там другие части. По поводу сельдерея или там петрушки. Можно сделать так, что туда загружаются не просто там нарезанная трава, а на гидропонике в горшочке стоит. Она вполне может неделю стоять в этом горшочке, выращенная эта зелень. Вот. Еще это момент по поводу того, что, как второй вариант, можно просто сбоку на этом автомате наклеить такую наклейку. Я видел в интернете есть такие шуточные рекламные наклейки у американцев. Типа там сидит человек и это готовит там, деньги считает в банкомате, либо сидит там, готовит пиццу там, или выдаёт чупа-чупсы в этом автомате сбоку, такая наклейка. И как бы тут тоже такую же наклейку, как рекламный ход можно сделать. Как это работает? То есть можно сделать два варианта, либо с наклейкой, и там ничего не видно, что там делается, и получается результат. Либо второе со стеклянным окном, и там эта рука, вот как, допустим, есть автоматы, которые там достают эти... Автоматы, которые достают эти... Зарвивая человеческая рука влазит, это тарелку в носу, не вриная и не мытая, это что он будет? Волосатый. Нет, это есть же эти механические руки, которые там достают, допустим, мишек плюшевых и прочих, можно что-нибудь подобное сделать, чтобы она там рука упрала огурец, а специальная шипровка генеративная, это все, я сказал. Это еще одна такая идея, это уже ближе к практике, руки-то это уже все сложно, смотри, есть набор колб вертикальных стеклянных, как дозация делается, то есть есть и просто задвижки, тебе нужно вот это, вот это, вот это, ты три задвижки поставил, да? Вот здесь вот открывается, насыпалось, потом это все перемешалось, тут поставил майонез там, ну то есть то, что будет заполнителем, он тебе добавляет, все, то есть, ну это уже из нагрошенного. Ох, прессом сдвинуло. Ну то есть это есть... И тогда он прям в Викис, он прям выбирает, эту колбу, эту колбу, и эту колбу. Пашинковать. Двойной. Вырешалось, да? И майонеза двойную дозу. И майонеза двойную дозу. Ну по поводу Викис, конечно там по санитарным нормам это не допускается, чтобы там салат или еще что-то стояло открытое, поэтому однозначно... Не стакли храниться, они не должны... А это все может быть вакуумный смысл? Вакуум, да. То есть как бы... Не стакли храниться, они не должны в свет проникать. Вот допустим, я работал на колбасном производстве, и в колбасном производстве никогда нету окон. Только искусственное освещение. Для чего? Для того, чтобы не развивались бактерии, несмотря на ионизацию, для того, чтобы там меньше было мышей и крыс, для того, чтобы не было мух, самое главное, а в аппарат может залететь муха. Поэтому эти... Они должны быть замкнутые, непрозрачные. Как вариант, это может быть окошечко, где человек будет видеть, как готовится. Для него это будет интересно. Откуда берется? Зарегание ваше. И вот насчет вакуумизации. Возможно, то есть идея в том, чтобы продукты заранее помещать в вакуумной упаковке, высасывая воздух. И эти вакуумные упаковки как раз и привозит тот, кто заполняет этот аппарат. То есть кто-то же должен приезжать там утром, он приехал у него в вакуумную упаковку. Он сначала стандартизированный вставил, и оно в вакуумной упаковке, соответственно, оно дольше хранится. И в тот момент, когда до него время дошло, она... дозу раз... Да, дозу в одной минуте... Бак! И так же уже как бы... Круто! Круто, круто! А еще один прикол. Можно, ну, это в продолжении той идеи, как способ продажи, на самом деле, показывать... Один видеоролик какой-нибудь снять, его на экране показывают, что действительно готовится, но там-то сидит человек и лежит. А на экране вот это делает машина, это будет офигенная фишка, и вы на этот проект этим. Этим. Ну, то есть нужно просто экран, монитор, да, но этим способом продажи вы можете поднять денег на запуск производства вот этой штуки. И может реклама еще идти в этот момент, когда готовится, допустим. И можно там на самом деле по-чесноку сказать, где-то там в примечаниях, там в инструкции, или где-то... По-чесноку сказать, ну, сказать, что этим мы зарабатываем деньги на проект по разработке автомата приготовления салатов. Где уже не будут сидеть китайцы. Да. И еще выбери три главных салата, которые продаются больше всего. Мастерские. И надо набор компонентов. И на них только поработай, покажи, как это работает. Морковку корейскую, там еще капусту и винегрет, например. Салат может быть. Ну, и то, что готовить проще. Идея в бок. То есть, как бы, ну, просто туда, то есть идея в бок, ну, приводить туда уже все-таки готовые салаты. То есть, там за... Как я понял, если готовые салаты и вакуумы, тогда можно... Да, да. То есть, система развукомизации получается. То есть, салаты готовые, она там практически только чпок, побрыгать водой, добавить там ароматизатора, ну, встряхнуть, и она выезжает. Как вопрос, а если вот я задумал и использую газ, то есть, в среде инертных газов, где микробный блок, и убирать тесто ворота, какая лучше вакуумная будет? Вакуумная дешевле будет. Да. Газ тебе дорогу будет. Во-вторых, куда девать вместный газ, когда моешь? Вакуумная дешевле будет. хотя воздух виситет, шарики надувать потом. Вакуумная дешевле надо взять, а не планирую, стоит воздух виситок. Побочную накидываться. Соблести, да. Вакуумчик говорит. Я говорю, крестик, оно не хочет, оно просто дует. А вакуумный пакет не замет, а как нарезку. Это зависит от той упаковки, в которой он будет. То есть, он может, допустим, в этом пластиковом контейнере... Сразу же приложение, это либо готовый контейнер, да, ты берешь, либо по дизайну разрабатываешь, но только, чтобы у него была достаточная прочность, для того, чтобы когда вакуумный пакет не складывался сам по себе. Иначе он сам планирует, и все будет вакуумно. Ну, вакуум можно и не пользоваться. Да, 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 да. Можно быть жестким. А еще одна идея. То есть, нарисован красивый такой салат, да, он нажимает кнопку, А потом так, а вы знаете, как питаются космонавты? И паста такая. Вот пасту точно можно сохранить. Желко это. Вот это меня. Да я очень рада космология паста. Или просто тюбик, тюбик управляет. И не гряжаются уже готовые упаковки, и, собственно говоря, они не должны распечатываться в автомате, человек просто должен получать, пусть это разогретый, допустим, если это горячий салат, чтобы там была возможность предусмотренного загревания. Но это должно быть асептически упакованный салат, то есть не раскрытый. Вот вакуумную упаковку привезли, да, ну, так уж мы говорим, хорошо упакованный продукт привезли, и это, допустим, там, ну, если мы говорим, три салата, да, пускай три салата, три вот стойки, и в каждой стойке там, ну, загружено там 20 салатов на день, допустим, да, и того 60 салатов в автомате, он уже готовый, все. Вот только человек в бар нажал кнопку, бросил деньги, выбрал, что надо, бросил деньги, и вот этот салат теперь разогрет. И тарелочку дали. И заморозка. Понятно, что замороженные вещи хранятся долго, торты могут 4 месяца храниться, торты могут храниться 4 месяца, торты могут храниться 4 месяца в глубокой заморозке при минус 18. С другой стороны, там идет фрустация при минус 4-х сутки, чтобы они дошли, и потом их можно свеженькими продавать, я не знаю, как это можно использовать, ну, просто сейчас как идея, да, то есть что-то в глубокой заморозке, а потом, бах, и быстрая разморозка такая, бах, в микроволновке, бш, такой взрыв, короче говоря, и она, бах, свежая такая, и вкусно пахнет. А что, так реально, что ли, можно заморозки, а потом, в смысле, будет как свежее? Да, да. А основе, как это, есть технологии? Нет, 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 это нереально. Все, что имеет воду, оно замерзает на кристалликах и разрывает продукты изнутри. Мясо замороженное, второй раз нельзя замораживать. А не критикуем, но это просто дает, подумать. Тортики, а так можно сделать. Тортики, у них мало влаги, а салаток будет очень много влаги. Все, ты есть компоненты, основные, стопочками, загруженные, упаковки. Вакуумная порция майонеза. Вакуумная упаковка. И они, ты выбрал какой салат, просто из рецептов не выбираешь компоненты, выбираешь салат, уже готов. А он тебе выдал 3-4, там, допустим, основных компонентов, они тебе просто в пачках упали. Упала пакетик с майонезом и упала в тарелочке, упала вилка. Ты это просто как ролл-дом. Открываешь, это все открыл, вытряхнул, сам перемешал и все. И вообще никакой ни запары, ничего с сам и этими, всеми делами не будет. Где-то же это будет готовиться, то есть место, где это готовится, должно иметь сертификацию. Ну, не автомат и сертифицировать. Нет, автомат будет сертифицирован на то, что... Стойте, стойте, друг с другом, она вот туда. И вообще не спорьте критически. Да, да. То есть идея выдана, она не важна, там, рабочая идея не работа. Идея еще простая, интересная дополнительная. Внутри этого аппарата поставить контроль бактерий. То есть там, на наличии, чтобы что-то фиксировало, что салат испортилось. таки бывают, да? Ну, бактерии, их можно измерять. Как забудут? Ну, я не знаю, как это назвать. Там, контроль качества продуктов с помощью микролаборатории или еще чего-то такого. Ну что ж, Максим, твои 20 минут завершились. Что было цена до терапии? Не знаю, это наше. Вот, гидропоника, то есть интересный вариант салаты разместить так, чтобы они в хранении семья тоже были наподобие. Ну, то есть, кто-то пускает это, что-то не надо, может быть, какие-то, да? азонация воздуха очень классная. Где я вот как раз придумал, и вот, это у меня голова вообще не приходило. Мне приходило в голову, что можно кварцевую лампу использовать, но вот азонация тоже классная. Азонация, это тоже классная. Ага. Что еще ценного? Да. Потом, можно сказать, у нас жесткая идея в том, что аппарат будет производить из свежих продуктов, вырезать, в этом фишка, почему. То есть, можно сейчас не пойти, комментарий, не пойти. А ценного я сказал, что так можно. А что касается остальных идей, то идея в чем? Я просто как-то спонтанно рассказала о чем-нибудь во всю ступень, но надо чего осталось. Что было ценного? Я сказал. Ты сказал, что было ценного. Давайте поблагодарим и поддержим капитана. Аплодисменты.